Милосердие, сострадание, добро и забота о ближних. Чтобы передать детям традиционные ценности и основы религии, самарские мусульмане ежегодно устраивают детский Курбан-Байрам. Это праздник жертвы, то есть верующий жертвует чем-то дорогим ради других людей, дает милостыню, готовит угощение. Человек ради Аллаха, ради довольства Аллаха делает благое дело. И Аллах принимает эти дела. И жертвы, которые приносятся ради Аллаха, также принимает, если это сделано от чистого сердца. И вот сегодня вам, взрослые, сделали от чистого сердца вот этот праздник. Ребят знакомят с традициями ислама в форме игры, проводят викторины и конкурсы. Победителям вручают барракатики, что можно перевести как небольшое довольство, благо. Это билеты на аттракционы или билеты для получения угощений. Такая форма игры позволяет с малых лет приучать ребят к самостоятельности и труду. В первую очередь дети могут их сами заработать. То есть, участвуя в конкурсе, прочитав Коран, рассказав стишок, забив гвоздик, они получают везде барракатики. Пока он где-то зарабатывает барракатик, кто-то, заработав барракатик, уже в очереди там стоит. И мы этим образом разгрузили эту очередь. Принимают участие в конкурсах не только дети, но и их родители, поскольку взрослые обязаны подавать пример. Отдых всей семьёй, встречи с друзьями, новые знакомства, единение и уважение друг к другу. Организаторы уверены, что детский Курбан-Байрам запомнится молодому поколению как один из самых светлых и радостных дней в году, наряду с государственными праздниками страны. Ну, на самом деле, вот в таком масштабе, как мы сейчас проходим, это такое веяние моды, современное на самом деле. В моём детстве таких периодов не было. Мы приходили к бабушкам, дедушкам, навещали их. А вот так для детей праздник, вот последние несколько лет мы начали проводить. Эта тенденция уже в многих городах проходит и как бы тут уходит в культурный пласт мультимастера. Это семейный праздник, так уютно, атмосферно, так классно. Можно с семьёй прийти, поиграть, провести в хорошее время. Нам очень нравится здесь. Для детей подготовили игры, аттракционы, мастер-классы, аквагрим, роспись мехенди. А в завершении мероприятия организовали раздачу плова и душистого чая для всех гостей праздника. Организаторами стали региональное духовное управление мусульман Самарской области, неравнодушные предприниматели, ресурсоснабжающие компании при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События.